Событие сие стало значимым. Мы пригласили к себе ведущих мальчиков и девочек из Челябинской области на соревнования по плаванию и куда в наш ровесник. По сути, если наши дети хотят плавать круто, то это единственное место с короткой водой. То есть давайте определимся. Короткая вода это 25 метров, длинная 50. В прошлом своем сюжете мы уже говорили о том, что хотелось бы работать круче. Мест таких нет. И вот поэтому все первые места и для мальчиков, и для девочек заняли Челябинцы. Там на полтора миллиона человек длинных бассейнов, как бы так сказать, в разы больше, чем у нас когда-то было. Это, конечно, все интересно, но почему Челябинск на Магнитогорской территории все-таки нас немножко выигрывает? У нас плавательный клуб «Волна». Наша задача научить детей плавать. Вот первая очередная задача – научить детей плавать. Когда мы научим детей плавать и увидим, что среди них есть одаренные, тогда мы начнем их тренировать. Еще одна причина в том, что у нас один всего лишь бассейн. И, естественно, конкурировать пока с областным центром, где шесть плавательных бассейнов, только 50 метров, то есть, ну, трудно. То есть, мы будем говорить, что все-таки было бы хорошо, если бы у нас был бы 50-метровый стандартный бассейн, правильно? Да, естественно, Алексей. Тогда бы у нас было детей, занимающихся в два раза больше. И тогда, возможно, большее количество детей стояло у нас на педестале. Но еще не вечер, еще только прошла одна дистанция. То есть, будем надеяться, что что-то случится по-другому. Я надеюсь, что это случится. Вдруг вы будете удивляться, что и кто-то из наших победил. И нам было бы хорошо, если бы у нас все-таки не один бассейн был, потому что это бассейн-ровесник хороший. Штуки две-три. Почему бы и нет? Алексей, я с вами полностью согласен. Если бы у меня было, ну, много денег, например, да, я бы их не тратил никуда. Да, я бы строил бассейн. Потому что это здоровье нации. Это огромное количество детей, которые не утонули, не тонут каждое лето. Это же тонут будущие музыканты, будущие спортсмены, будущие композиторы, будущие физики и математики. Гибнет, так сказать, цвет нашей нации возможен. Поэтому я бы строил только бассейн. Ну, будем надеяться, что мы обратимся к власти имущим с этим, с этой замечательной композицией. Давайте все-таки строить бассейн. Это всяко вкуснее будет для вас. Конечно, Алексей. Так здесь, даже если строить бассейн не просто так вот, например, построили, да. Мы готовы, если вдруг кто-то построит бассейн, мы готовы взять его в аренду, платить аренду. И этот бассейн скоро окупится, я не сомневаюсь. То есть и тот меценат, или тот, ну скажем, предприниматель, который построил бассейн, он сделает доброе дело. И себе, и людям. И себе, и людям. Конечно, Алексей, безусловно. Будем об этом надеяться. Да, я уже надеюсь на это уже лет пять. Да, у нас, по сути, есть где поплавать. И вы, и я это сделать сможем. Ну, пункт номер один. В банях. Пункт номер два. В типа аквапарках. Пункт номер три. Кое-где в типа центрах есть другие, небольшие бассейны. Для нас, пузочосов, этого хватает. Я про детей наших. Мы уже никогда не станем специалистами в плавании. Никогда. Потому что у нас нету длинного бассейна. Но почему мы лишились чемпионских титулов, непонятно. Да, есть вроде горнолыжки. Может быть, и мы воспитаем чемпионов. Может быть, и нет. Но в нормальном бассейне мы воспитывали призеров. Вот что мы делали раньше. Зачем вы строите торговые центры, в которых люди, может быть, релаксанут. Но в ваших торговых центрах они себе ничего не купят. Потому что есть интернет. Там все дешевле и качественнее. И вы хотите посмотреть, где это место можно устроить. Да тут же, где гостиный двор. Шикарный и правильный аквапарк с нормальным бассейном сделать можно. На 10-50 метровых дорожках. Да легко. Кроме всего, штук 30 разнообразных горок и 10 кинозалов. Что в этом плохого то? А вы думаете, на воде вы угорите. Так? Да нет. Два метра бассейна. Более не надо. Ну, что-то сложно. Мало того, вам, инвесторам и меценатам, ну, про меценатов это не тот город, спасибо скажут. Да еще и деньги отобьют. Ну, что, господа, дело-то за вами.